Субтитры делал DimaTorzok 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 Пожалуй, еще одним положительным аспектом я бы назвал боевую часть, а если быть точным, то именно перестрелки. Сама по себе стрельба стала гораздо ярче, динамичнее, и сразу становится видно, что в создании данного элемента игры принимала участие компания It's Of War. И когда ты оказываешься в какой-нибудь локации, где большое скопление противника, игра превращается в полноценный шутер. И к слову о противниках, у меня сложилось впечатление, что искусственный интеллект стал лучше, противники как-то адекватнее стали реагировать на препятствия, обходить, меня атакуют с разных сторон. И потом выглядит это как-то живо, скажем так. Есть, правда, один минус, но он связан только с одним персонажем, это именно с псиной, которая периодически появляется и делает то, что мне не надо, творит какой-то непонятный бред. А так, в целом, интеллект, на мой взгляд, стал гораздо лучше. Также в игре осталась система пошагового прицеливания, или же ватс. Основным отличием от прошлых частей является то, что игровое время здесь не останавливается, как было раньше, а замедляется, поэтому вам нужно весьма оперативно решить, что делать и как себя вести во время боя. Еще одним положительным аспектом, возможно, я бы назвал сюжетную составляющую и квесты. Однако, я не так много прошел по сюжету и не такое большое количество заданий выполнил, поэтому оценить по достоинству, к сожалению, я не могу. Но, исходя из того, что я уже увидел, некоторые задания мне понравились, и где-то действительно можно сделать какой-то выбор, встать на чью-то сторону и помочь в каком-то конфликте, тем самым решив судьбу каких-то персонажей. И, разумеется, в игре есть такие типичные дурацкие задания по принципу «убей, принеси», но, опять же, я пока не могу оценить, насколько их много. И сейчас, наверное, стоит переходить к отрицательным сторонам игры, однако перед этим хотел бы сказать пару слов о крафте и системе строительства. Я не могу сказать что-то плохое о системе строительства, ну, есть она и есть. Мне, скорее, не нравится тот факт, что периодически мне они напоминают, предлагая там что-то сделать или развить какое-то поселение. Впрочем, строительство — это необязательная часть игры, поэтому вы можете смело ее игнорировать, как, в общем-то, я периодически и делаю. А вот с системой крафта все немного по-другому. Создание химических препаратов или же еды в целом работает нормально, а вот то, как работает система модификации оружия, немного странное. В игре действительно можно изменить ствол, ресивер, рукоятку, магазин, прицел или же добавить какую-то насадку у оружия. Однако после всех этих манипуляций с улучшением оружия, оно приобретает какое-то совершенно невероятное название. Например, у нас был автоматический пистолет, а превратился он в коллиматорный, гладкоствольный автоматический пистолет. И чем больше слов в названии оружия, тем мельче становится само по себе название. Иногда просто непонятно, что у тебя находится в инвентаре, настолько мелко все написано. Я понимаю, что это абсолютно дурацкая претензия к игре, у модификации оружия слишком длинное название. Тем не менее, небольшой осадок от этого остается. Впрочем, в остальных случаях система крафта работает в целом удовлетворительно, и каких-то особых нареканий лично я, например, пока что не нашел. Ну а теперь стоит поговорить непосредственно о недостатках игры, и для меня недостатками являются система прокачки и диалоги. Серьезно, диалоги, вы же их видели. Это обычное консольное колесо диалогов, стрелочка вверх-вниз, влево-вправо. И все это для того, чтобы на джойстике было удобнее через стик выбирать вариант ответа. И по сути, ведь здесь нет диалогов. Ты лишь выбираешь какую-то короткую фразу, какое-то небольшое слово, которое в целом всего лишь характеризует, дает какой-то общий эмоциональный окрас тому, что произнесет сейчас персонаж. И, конечно, это довольно логично, что диалоги такие порезаны, с учетом того, что есть озвучка. Было озвучено огромное количество реплик для мужских и для женских персонажей. И, наверное, несколько наивно полагать, что в диалогах будет какой-то выбор, что нам дадут отыграть роль, допустим, дипломата или тупого качка. Все эти возможности отыгрыша просто убиты наличием озвучки у игры. Она стала какой-то нелепой и странной, а некоторые способности, которые доступны в игре, абсолютно бесполезны. Так, например, одним из перков является перк, представляющий собой, по сути, заклинание поиска пути, которое можно было найти в Скайриме. Впрочем, помимо таких странных перков, сама система повышения уровня в перке стала совсем другой. Вот если взять, например, Скайрим, то там, если ты используешь длинное оружие или, допустим, красноречие, то у тебя качается эта способность. Красноречие становится лучше, клинки становятся лучше. То есть вместо того, чтобы рос уровень, растет та способность, которую ты используешь чаще всего. Это, на мой взгляд, довольно логично. А вот в Fallout 4 все совсем не так. Взять, например, перк, отвечающий за взлом. Он так и называется, взломщик. Так вот, чтобы повысить, допустим, этот навык, вам нужно не только иметь соответствующий уровень у персонажа, но и соответствующее значение у восприятия и системы спешл. Перк не растет, и он не будет расти, независимо от того, как часто я пытаюсь взломать тот или иной замок. Точно так же не растет навык оружейник или навык хакер. То есть, по сути, все очки, которые вы получаете, уходят непосредственно в уровень. И уже после получения уровня вы можете изменить что-то либо в системе спешл, либо улучшить какой-то перк. Так что те перки, которые ты используешь, они сами по себе не растут, растет лишь твой уровень. И, возможно, потом, в дальнейшем, мне станет понятно, почему прокачка именно такая, но сейчас я абсолютно не понимаю, как так вышло и зачем так сделано. И не нужно думать, что я прям такой уж сильный хейтер игры, и она мне категорически не понравилась. Это не так. В игре ведь есть положительные моменты. Это и открытый мир, и свобода действий, А также возможность создавать модификации, которые, в принципе, могут преобразить игру и сделать ее абсолютно новой. Однако порезанные диалоги, система прокачки, отсутствующая карма, репутация, Все это как-то очень сильно печалит и вводит в уныние. И я прекрасно понимаю, что я могу поставить вторую часть Fallout и получить все эти элементы там. Но в том-то и беда, что все эти элементы, которые порезаны здесь, присутствуют только во второй части. А хотелось бы, конечно же, увидеть и открытый свободный мир, и полноценные диалоги. И чтобы все это было именно сейчас, в современной игре. Но, видимо, не судьба. И, наверное, в заключении надо дать какие-то оценки игре, обычно так делают. Если рассматривать эту игру в рамках Fallout, именно в рамках серии Fallout, Я бы поставил что-то типа 4,5, наверное, из 10. Но если же рассматривать эту игру отдельно, обособленно от всей серии, То, наверное, оценка была бы в районе 6,5, может быть, 7. Во многом за счет того, что игра представляет собой большой открытый мир, Такую песочницу в жанре, который отличается от мира свитков. Это не фэнтези, а ретро-футуризм. И я не могу назвать эту игру откровенно плохой или же шедевром. В ней есть как положительные, так и отрицательные моменты. Я еще раз повторюсь, это мое личное мнение, которое, естественно, может не совпадать с вашим. И если вы уже сыграли в Fallout 4 и составили свое личное мнение, То оставляйте свои комментарии внизу под видеороликом, Я с удовольствием их прочитаю и посмотрю, что же вы думаете об этой игре. И если как-нибудь меня спросят, а можно ли сделать игру еще проще, чем она есть сейчас, Я отвечу, давайте подождем Тес-6. Ха, добро пожаловать домой. Ха, добро пожаловать домой.